Здравствуйте дорогие друзья, с вами снова Елена и мы наконец-то заканчиваем путешествие наше по цветочному магазину. И нам могут встретиться очень интересные растения, которые некоторых страшат, кому-то невероятно нравятся, потому что есть просто фанаты этих растений. Сейчас мы говорим о растениях-хищниках, которые в отличие от собратьев, которые довольствуются только дополнительными подкорками и водой, питаются белком, то есть питаются мухами и комарами, которые оказываются в их зеве, то есть ведут образ жизни настоящих растений-хищников. Насчет плотоядных растений, которые могут вам встретиться в цветочном магазине, прежде всего достаточно сказать, что большого изобилия вы не увидите, но три вида, которые принято в общем-то рекомендовать для желающих обзавестись подобными растениями, все непременно найдутся. Вам может встретиться венерина мухоловка, это плотоядное растение, ловушка, который быстро захлопывается, заполучая жертву. Сарациня желтое, плотоядное растение с ловушкой западней. И россянка капская, например, растение с ловушкой-липучкой, очень имеет разнообразные интересные формы. Не используйте обыкновенную почвенную смесь, она должна быть кислой и содержать много минеральных элементов. Более или менее пригодна смесь, содержащая торф, песок с фагновым мох, иногда перлит и тонко размеленную кору. Выращивайте плотоядные растения в старом стеклянном аквариуме, накройте его стеклом, чтобы создать влажную среду. Обеспечьте хорошее освещение. Поставьте горшки на поднос с гравием, наполненным водой, чтобы обеспечить влажность, если растение находится не в аквариуме. Некоторые виды предпочитают постоянно влажную почву, и вы можете поставить их в блюдце с водой, что нежелательно для обычных комнатных растений. Используйте только мягкую воду, то есть отстойную отдельно, дистиллированную или лучше диэноизированную, но лучше всего дождевую. Лучше иногда применять обыкновенное питание и никогда не пользоваться удобрениями. Для большинства видов они вредны. Если вы считаете, что растение действительно нуждается в подкормке, попробуйте опрыскивать их удобрением, разбавив его в четверть от той дозы, которая прописана в инструкции. Эти растения схватывают жертву, чтобы получить азотное питание, но в помещении часто недоступно им должное количество насекомых. Некоторые люди выпускают рядом с ними плодовых мушек или кормят их личинками насекомых, которые продаются в зоомагазинах. Вот такая вот история с плотоядными растениями, если вы хотите такое завести. У меня мечта есть, особенно это уместно, конечно, летом, когда мухи просто бесшинствуют. Парочка венеренных мухоловок вполне бы потребовалась для того, чтобы разрядить эти ряды мух, которые преследуют каждого из нас. Ну что ж, вот такая была у нас экскурсия, дорогие мои друзья. Так что выращивать можно достаточно много интересных растений, но это уже в зависимости от опыта и желания. А с вами была Елена.